Горский, что ведущий называет на украинский манер Вухлигирск, вместе с размышлениями Обамы, поставлять или нет Киеву смертоносное оружие, новостной канал CNN сопровождает неожиданным титром о воюющих на Украине проамериканских войсках. Ясно, что речь об украинской армии и нацгвардии, но с подачи телеканала секрет Поли Шинеля звучит как подтверждение, за чьи интересы бьется Киев, продолжая кровавую операцию на Юго-Востоке. Армия Украины является в определенной степени предатком американской военной машины. Это касается основополагающих принципов боевого управления, принятия политических решений и, самое главное, той позорной роли, которую играют регулярные вооруженные силы Украины в братоубийственной войне. Титр CNN, что на телеканале решили не комментировать, вполне укладывается и в недавнее признание Обамы в причастности Белого дома к смене режима на Украине и в его стремлении перевооружить украинских силовиков. Вопрос с поставками противотанковых ракет, броневиков и радаров более чем на 3 миллиарда долларов, хоть и вовис в воздухе, давление на Обаму, Алланда и Меркель, сенатор русофоб Маккейн даже не постеснялся назвать постыдным. Но ведь так и не снят с повестки, отчего вручение командующим армией США в Европе генералам Ходжица украинским военным американских знаков отличия уже и не кажется чем-то странным. Формулировка Ходжица, что со страниц Wall Street Journal сегодня пугал Европу российским вторжением за высокие достижения и хорошую подготовку, словно украинские подразделения официально состоят на службе США или являются иностранным легионом, хотя подтверждение участия иностранцев в украинских добровольческих батальонах и раньше были, при том, что в случае потерь украинские командиры делают все, чтобы опознать легионеров было невозможно. Британец Кристофер Гарретт, он же Свомпи, наемник из Великобритании с шевроном националистического батальона АЗОВ. Его напарник тоже попал в объектив в Мариуполе. Стоп, стоп, скажите, что это? Солдаты удачи попадают на фронт через специальных рекрутеров. Объявления о наборе в основном в интернете, но есть и так называемые частные военные компании, что всегда готовы предоставить хорошо обученный, экипированный и вооруженный персонал, а главное, которому не важно, за что и кого убивать. Услуги, военные операции по всему миру, организация терактов и правительственных переворотов, политические и экономические провокации, пожалуй, самое известное на этом рынке, американская Black Waters более 90% своей выручки имеет от правительственных заказов. И вот уже в американская прессе о привлечении Пентагоном специфических подрядчиков к специфическим заказам. Сейчас, когда Соединенные Штаты открыли этот коммерческий ящик Пандоры, частные воины всех цветов и оттенков вышли из тени и занимаются ведением войны ради наживы. Учебная база одной из крупнейших частных армий в Шотландии. Задача курсантов научиться отражать нападение пиратских шлюпок на храняемое судно. Инструкторы – основные высокопоставленные офицеры. Если бы мне предложили работу, я бы поехал. Я могу даже поехать в Восточную Украину. Про иностранных инструкторов на службе у Киева рассказал и бывший президент Грузии Саакашвили. Наши офицеры, которые тоже подготовлены американцами, которые сейчас готовят ваши, говорят, но они добровольцы, что как двух украинских солдат в лучшем мире. А сегодня уже и Вашингтон Таймс со ссылкой на представителя Пентагона пишет, что уже через месяц тренировать украинских силовиков Соединенные Штаты будут официально и открыто. В марте американские военные начнут тренировать около 600 бойцов украинской нацгвардии. Работа будет проходить на западе страны. Есть информация о том, что на учения поедут эксперты из 173-й воздушно-десантной бригады тактической группы США. В Незалежной готовы следовать любым инструкциям, лишь бы заполучить обещанное вооружение. Вопрос, в чьих руках оно может потом оказаться. А Генпрокуратура Украины уже зафиксировала 12 тысяч фактов хищения оружия и боеприпаса с передовой. Данные взлома на переписке. Но Запад это не интересует, как и доклад ООН о росте коррупции и за объявленные на Украине мобилизации. Александр Балицкий, Вести. Умоляя о поставках оружия, киевские власти говорят о том, что им якобы противостоит российская армия. О том, что было бы, если бы российская армия действительно была на Украине, сегодня коротко и ясно, без всяких просьб Москвы, объяснил бывший генерал Бундесфера. Путин ведет себя очень сдержанно. Ему не нужно наступать на Киев. Он же сказал, что если он захочет, то он будет через две недели в Киеве. И это очень преувеличено. Он был бы через пять или шесть дней в Киеве. А конфликт на востоке Украины был бы прекращен. Киевы ... Киевцы ...